Библейский портал экзегет.ру представляет Мы продолжаем читать и толковать Евангелие от Матфея на библейском портале экзегет, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшие народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Вот в этих первых стихах 27 главы мы видим, что говорится о втором совещании у первосвященников и старейших. Действительно, в 26 главе мы говорили, что ночью такое совещание уже было, где было решено погубить Иисуса. Но следует заметить, что поскольку это совещание проходило в доме Анны, который не был действующим архиереем на тот год, когда Христос пострадал, то, естественно, необходимо было провести еще официальное заседание Синедриона, на котором бы большинством голосов было принято уже официальное решение, что Иисус достоин смерти. Вот именно утром, согласно другим евангелистам, уже непосредственно в доме Каиафы, действующего архиерея, проведено было это совещание, это соборище, сборище, и там уже окончательно был вынесен смертный приговор Господу нашему Иисусу Христу. Но поскольку иудеи сами не могли предавать смерти, это право было у них отнято с того момента, как иудея подпала под власть римлян, это было в 63-м году еще до нашего лета исчисления, и смертный приговор мог утвердить только правитель, на данный момент это был Понтий Пилат, пятый прокуратор, поэтому необходимо было отвести связанного Иисуса на суд к нему. Тогда иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаившись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, что нам до того смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. «Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему называется земля та землей крови до сего дня». Тогда сбылось реченное через пророка Имию, который говорит, «И взяли 30 сребреников ценного цененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Вот этот отрывок с 3 по 10 стих непрост для понимания, поскольку здесь немало загадочных моментов, в прямом смысле слова, которые очень практически до сих пор не нашли своего окончательного разрешения. Вот, наверное, первый вопрос, который может встать перед нами, когда Иуда, который предал Господа, пошел перед первосвященниками и книжниками и сказал, что он согрешил, предав кровь невинную. Здесь для исследователей вопрос открыт до сих пор. Одни говорят, что это могло быть в тот момент, когда Господь находился перед Пилатом, и Иуда понял, что уже невозвратно он обречен на смерть. Другие говорят, что как только Господь претерпел смерть, Иуда пошел и бросил эти сребреники, поскольку понял неотвратимость того, что он совершил. Второй вопрос непростой. Что значит Иуда, раскаившись? Вот сам по себе термин, конечно, говорит нам не о том покаянии христианском или не о том покаянии, которое имел апостол Петр, веря в любовь к Христу, зная, что Господь его может простить, и обливался слезами, когда предал своего учителя. Нет, здесь речь идет о том, что Иуда пожалел, что так поступил, но пожалел именно в том смысле, что понял, что планы, на которые он рассчитывал, которые должны были бы осуществиться, если бы Господь воцарился и стал истинным Израиля-мессией. Поскольку эти планы рухнули, то и смысл жизни для Иуды пропал. Поэтому в данном случае он осознал, что предал человека совершенно невинного. Пытаясь возвратить сребреники, он предложил их первосвященникам, но, видимо, те очень жестко, очень жестоко и холодно объяснили ему, что он сделал, в чем он виноват, что они не будут брать эти сребреники, поскольку на самом деле это цена крови, а закон запрещал пользоваться этими деньгами и тем более класть их в сокровищницу храму. Поэтому в данном случае, вероятно, Иуда, разозлившись или раздражившись, в общем, испытав достаточно серьезные эмоции, бросает эти сребреники, бросает во дворе храма и уходит. Уходит для того, чтобы уже не вернуться. Он, как говорит Евангелие от Матфея, повесился. Он повесился от именно того мрака душевного, от того уныния и отчаяния, которое охватило его душу, но именно по той причине, что он не верил в то, что Господь его может простить. Дальше говорится о том, что сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 сребреников, цену цененного, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Вообще, если быть точным, то пророк Иеремия не говорит о 30 сребрениках, он не упоминает этой суммы, хотя говорит о земле горшечника. И вот для исследователей, для толкователей вопрос этот обычно решается так, что пророк Иеремия был очень известен в Израиле, и имелись сборники в бытность, когда Матфей писал свое Евангелие, сборники пророческих речений и книг, которое нередко надписывалось именно пророкам Иеремии, хотя туда входили и другие пророки, в том числе и малые. И вот поскольку в этой книге под заголовком книга пророка Иеремии находились и слова, в том числе принадлежавшие, правда, пророку Захарии, взяли 30 сребреников, цену цененного, то Евангелист Матфей посчитал возможным вписать эту сумму, но приписать их именно пророку Иеремии, поскольку тот пророчествовал о том, что будет куплена земля горшечника для погребения странников. Ну, под странниками здесь, наверное, лучше всего понимать тех иудеев, которые приходили из далеких диаспор, из греко-римского, эллинского мира, и приходили на праздники, и как это иногда бывает и сейчас с паломниками, просто умирали на святой земле, поэтому необходимо было где-то их погребать. Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель, «Ты, царь иудейский!» Иисус сказал ему, «Ты говоришь!» И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он не отвечал, тогда, говорит ему Пилат, «Не слышишь ли, сколько свидетельствует против тебя!» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. Ну, вот в данном случае мы видим, что Господь был поставлен пред правителем, и, естественно, иудеи не могли его бессловесно поставить. Они обвиняли его. Согласно Евангелию от Луки, первое обвинение, которое было сделано, в том, что Господь развращает народ, развращает в том смысле, что учит не платить подать кесарю, то есть призывает, иными словами, к бунту, к мятежу. Но в данном случае, когда Пилат, который, конечно, не мог не знать об Иисусе чего-то, он был в курсе, надо понимать, по крайней мере, того, как Господь на Ослике входил в Иерусалим, он спрашивает Иисуса, «Ты ли царь иудейский?» На что Господь ему отвечает? «Ты говоришь», то есть ты сам об этом свидетельствуешь. Такие слова мы можем принимать. Конечно, Пилату, возможно, этот ответ Господа и не понравился, и не был понятен. Но когда обвиняли первосвященники перед Пилатом и старейшиной Господа, Пилат удивился еще и тому, что на эти обвинения ничего не отвечал Господь, поскольку вот за этим, за этой безответностью и являлось то, что он действительно царь, но царь не того земного царства, которое имели в виду и Понтий Пилат, и старейшина с первосвященниками, а царь царства своего. Ну и вот в данном случае дальше мы видим, повествование говорит нам о том, что на праздник Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Ну вот этот 15 стих ставит евангелист Матфей во свидетельство, конечно, о чем? О том, что Понтий Пилат не увидел во Христе никакой вины. Он готов был его оправдать, он готов был его освободить, он готов это был даже каким-то образом запечатлеть уже и документально. Многие полагают, что даже чтобы потянуть время, пока уже мог быть выписываться оправдательный договор, Пилат вступает, оправдывая свои действия, с старейшинами, первосвященниками, народами, ну в такой своего рода свободный диалог для того, чтобы лишний раз засвидетельствовать свою правоту. И вот здесь он вспоминает о том, что действительно на праздник, на праздники, не обязательно Пасхи, какие-то великие иудейские праздники, обычно и гемон или прокуратор отпускал народу одного из узников, которого хотели. Ясно, что Понтий Пилат хотел отпустить Господа, и не случайно поэтому он останавливает свой выбор или между Иисусом, или и Варавой. Варава был, как говорится, известный узник, то есть известный, в принципе, своей жестокостью, своими действиями, своими делами. Он был, судя по Евангелию от Марка, он был просто разбойником, то есть не в политической плоскости действующим, и, естественно, опасен был для иудейского общества. То есть он предлагает Вараву для того, чтобы однозначно иудеи выбрали, чтобы Иисуса отпустить. Ну и вот мы читаем, был тогда у них известный узник, называемый Варавой, и так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам Вараву или Иисуса, называемого Христом, ибо знал, что предали его из зависти». Ну вот волею судеб по попущению Божию оказывается, что выбор иудеев должен быть сделан между Варавой, а имя Варава переводится дословно «сын отца» или «Иисусом», который тоже был сыном отца, отца с большой буквы. «Между тем, как сидел он на судейском месте», читаем дальше, «жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Ну вот эта ремарка, которая имеется только в данном случае в Евангелии от Матфея, она, ну в каком-то смысле, мало нас к чему обязывает. Единственное, о чем здесь мы можем сказать или предположить, что в силу вот того безверия, которое имел Пилат, он был, ну как бы мы сейчас сказали, агностиком или атеистом, и в силу этого чаще всего такие люди бывают очень суеверными, в данном случае вот это слово, которое послала ему сказать его жена, возможно, должно было еще раз подтвердить правоту Пилата то, что он собирается отпустить Иисуса. «Не делай ничего праведнику тому, я ныне во сне много пострадала за него». Но, говорится, первосвященники и старейшины, возможно, услышав даже это слово его жены, возбудили народ просить вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» «Они сказали вараву, Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемого Христом?» «Говорят ему все, да будет распят». Ну вот здесь говорится в Евангелии от Матфея, что первосвященники и старейшины впервые, пожалуй, после того, как Господь находится перед Пилатом, возбуждают народ просить вараву, а Иисуса погубить. Вообще речь изначально шла о том, чтобы казнить Иисуса, и казнь не уточняется. Какой хотели они казнь предать Иисусу, чтобы его погубить? Но вот здесь, поскольку варава был определен именно как разбойник исключительно на казнь крестную, то есть через казнь на кресте, то, возможно, у народа, как и у религиозных вождей, сразу срабатывает ответ Пилату, «Что же я сделаю Иисусу, называемого Христом? Да будет распят», — говорят они. «Вот пусть та смерть, которая предназначалась в Аравии, жестокая, которая наглая, которая, по сути дела, свидетельствовала о нравственной распущенности того, кто распинался, пусть он будет предан этой смерти». Правитель сказал, «Какое же зло сделал он? Они же еще сильнее кричали, да будет распят». Вот в этом стихе мы можем говорить не только о тех, что ли, животных инстинктах, которые начали срабатывать в толпе, которые хотели просто крови праведника, но еще и нечто большее. Ведь иудеи рассчитывали на то, что Иисус, войдя как Христос в Русалим, начнет освобождение иудеи от чужеземного ига. Они рассчитывали, возможно, на то, что Спаситель вызовет 12 легионов ангелов, что он расправится с Понтием Пилатом, с теми легионами, которые на праздник находились там, в Иудее, начнет победоносное освобождение иудеи от римлян и так далее. Но прошло время, Иисус не предпринял ничего абсолютно, что могло бы свидетельствовать о том, что он намеревается быть тем мессией, которого ждали иудеи. И вот на вопрос Пилата, какое же зло сделал он иудеи, естественно, не могли сказать, что он должен был с тобой расправиться, тебя уничтожить. Поэтому им нечего было сказать, и они только безумно кричали, да будет распят. Надо сказать, что вот те арамейские слова, которые соответствуют, допустим, нашему «да будет распят» и многим другим, они очень кратки на слух, и поэтому их кричать действительно было удобно. Они были очень звучными и, наверное, очень быстро будоражили толпу, все больше и больше количества людей охватывая, чтобы поддаться вот этому инстинкту толпы. Пилат видит, что ничто не помогает, но смятение увеличивается. Взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая весь народ, сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Ну вот здесь, возможно, Пилат прибегает еще к там очень важному психологическому приему, когда толпа разбудоражена уже, когда первосвященники, старейшины, книжники, фарисеи стоят, кричат, видимо, очень эмоционально себя ведут. Необходимо для того, чтобы успокоить народ, было предпринять какое-то действие, чтобы все замолкли и в тишине что-то сказать. И вот этот обряд, который был знаком, в общем-то, и иудеям, который полагался в важные достаточно моменты тех или иных жизненных обстоятельств, Пилат умывает руки. Толпа тогда, видимо, видя, что он делает нечто странное, останавливается, умолкает, и Пилат перед всеми объявляет то, что именно они на распятие предают праведника сего, что он невиновен в крови его, давая этим возможность еще раз одуматься и уидеям, и отказаться от своих несправедливых намерений. Но народ говорит, кровь его на нас и на детях наших. Вот в данном случае свидетельствуя о чем? О том, что да, народ соглашается в том, что это его желание народа избавиться от Иисуса. Тогда отпустил им в арабу, говорит Писание, а Иисуса, бив, предал на распятие. Ну вот действительно, когда кто-то был уже отдан на смертную касть, полагалось бичевание. Бичевание, которое предполагало уже не бичевание палками, как это бывало у иудеев, а такое бичевание, которое иногда даже называлось малой смертью. Когда на воловье жилы, на кончике их привязывались, маленькие косточки, небольшие шайбочки. И в данном случае, ну, так можно назвать, палач или палачи, привязав человека к, ну, чаще всего к какому-то деревянному или каменному столбу, нещадно били его таким образом, что все тело превращалось, в общем-то, в один сплошной синяк, изливающейся кровью человек нередко терял сознание. И по свидетельствам, ну, вот тех источников, которые примерно соответствуют эпохе Иисуса Христа, это иудейские, и египетские источники, нередко человек умирал еще вот на этом бичевании, так и не дожив до распятия. Но после того, как Господь это страшное, зверское бичевание претерпел, говорится о том, что воины-правители, взяв Иисуса в криторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багринницу. И сплетший венец из стерна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, смехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Ну, вот эти вот оплевания, эти заушения, эти, ну, страшные издевательства, которые потерпел Господь, конечно, все предсказывалось им в свое время, вне евангельского общественного служения, евангельской истории. Вот, но здесь мы видим, что действительно язычники, введя в приторию это судилище приторской двор, который, возможно, находился вот в том месте, где пребывал в то время Пилат, это был царь, это был, простите, дворец Ирода Великого, который в свое время для себя его построил. Ну, вот в то время, когда прокураторы пребывали в Иерусалим, они находились именно в этом дворце. Так вот, здесь, в данном случае, в этом месте уже измученного, истерженного, окровавленного, обессиленного Господа, мы видим, приводят, и, переодев его в багреницу, ну, по сути дела, здесь мы видим уже издевательство над Иисусом, как над шутовским царем, и делая ему венец истерна, то есть, как будто возлагают ему на голову корону, дают в правую руку трость, что это была за трость, непонятно, но в любом случае это символизировало, можно сказать, власть или скипетр шутовского царя, вставая перед ним на колени, вот в данном случае они надсмехаются над ним, и, плюя на него, даже вот этой тростью, которую он держал в руке, бьют его по голове. Ну, вот здесь, в данном случае, мы видим всю жестокость с одной стороны того, что происходило, а с другой стороны вот ту закрытость сердец, которая часто не дает человеку, находящемуся рядом с Богом, увидеть его перед собой. «И когда насмеялись над ним, взяли с него багреницу и одели его в одежде его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, всего заставили нести крест его». Ну, вот здесь говорится, конечно, о том, что обессиленный Господь не в состоянии был нести тот крест, на котором должен был распятым быть. Обычно именно преступники несли орудие своей казни сами на то место, где эта казнь полагалась, но Господь был обессилен, и в данном случае крест, наверное, был тяжел, потому что сбили его наверняка из каких-то больших крепких бревен воины, и не в состоянии он был это сделать. А встретили одного кириньянина по имени Симона. Ну, киринея в данном случае, она находилась за пределами Иудеи, и полагают, что Симон приехал, прибыл на праздник Пасхи именно в Иерусалим. Но воины не могли заставить Симона. Они наверняка предложили ему, может быть, увидев, что он готов помочь страждущему Иисусу. И Симон не отказался в данном случае, понес на Голгофу этот крест. Говорится нам о том, в Евангелии от Марка, что он был отцом Александра и Руфа. Вот в данном случае эти имена его сыновей, одно имя греческое, а другое иудейское, как раз и свидетельствует о том, что он был не из Иерусалима, он был не местный. И придя на место, называемое Голгофу, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и сидя стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его «Се есть Иисус, царь иудейский». Вот здесь говорится о том месте, где был распят Господь. Ну вот, слово по-самому по-самому себе Голгофа, дословно должно быть с арамейского переведено как череп. Ну, здесь достаточно удачный, как мне кажется, перевод, лобное место в нашем тексте дается. Говорится дальше о том, что дали ему пить уксуса, смешанного с желчью. Что это за напиток? Ну вот, в данном случае напиток этот предлагался людям для того, чтобы, ну что ли, утолить боль. Это был такой своего рода наркотический напиток, который, ну, немножко помутнял человеку сознание для того, чтобы боль страшную пережить. Это иногда использовалось. Вопрос, откуда здесь появляется этот напиток уксуса, смешанного с желчью. Есть предположения, может быть, они вполне оправданы, что женщины, с которыми на пути, на Голгофу, согласно Евангелию от Луки, с плачущими женщинами беседовал, Господь могли принести ему этого напитка. Но говорится евангелистам о том, что отведав он не хотел пить. Вопрос этот, можно здесь, по сути дела, ответ на этот вопрос понимать так, что Господь хотел принять смерть в полном абсолютно сознании, потому что в данном случае он свидетельствовал этим, что он своей свободной волей идет на искупление человечества. Распявшие, говорится, делили его одежды, бросая жребий, и сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означавшую вину его. Ну, по, можно сказать, по правилам распинателей, та одежда, которая доставалась им, которая снималась с распинаемого, она принадлежала именно тем, кто распинал. Но поскольку говорится о том, что бросали жребий, то мы понимаем, что распинавших был не один, их было несколько. Ну, в данном случае, согласно свидетельству одного из евангелистов, их было четверо. Но говорится еще, что сидя, стерегли его там, на тех, кто распинал, лежала особая ответственность за то, чтобы не избавился от смерти, в данном случае, тот, кого казнили. Если это происходило, то сами распинатели тогда, или сами палачи могли быть подвергнуты смертной казни со стороны того же Понтия и Пилата. И вот несмотря на то, что они видели, что Господь обессилен, все равно в их долг входило сидеть и истеречь. Ну, вот в данном случае, конечно, здесь мы не можем не вспомнить пророчество из Псалма 21 о том, что одежды делили Мессии, бросая жребий. Ну, вот надпись, которая однозначно свидетельствовала перед всеми и для всех, кто распинается, сей есть Иисус, царь иудейский. Ну, евангелист Иоанн заметит, что Понтий Пилат умышленно эту надпись сделает для того, чтобы досадить иудеям и лишний раз засвидетельствовать вот в той, о той зависти, ради которой был имя распят, был имя отправлен на смерть Господь наш. Тогда распятый с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же засловили его, кивая головами и говоря, разрушающий храмы в три дня созидающие, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста. Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами, фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасало себя, самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий сын, так же и разбойники распятые с ним поносили его. Ну вот последнее предложение, нами прочитанное, о том, что разбойники распятые с ним поносили его, конечно, должно быть, наверное, нами понимаемо, именно что для Матфея важно показать общий фон осуждения и злословие в адрес Господа. Евангелист Лука скажет, что один разбойник покаялся перед Господом и исповедовал его сыном Божиим. Здесь по другой причине упоминает Матфей о разбойниках, распятых с ним. Именно вся толпа, все пришедшие на то, чтобы посмотреть, поглазеть, как распинают Господа, осуждали его, издевались над ним и припоминали те слова, которые некогда он сказал. Разрушающий храм в три дня, разрушающий храм и в три дня созидающий. Откуда эти слова знают иудеи и первосвященники? Ну вот из Евангелия от Иоанна мы знаем, что в начале общественного служения, то есть за три с половиной года, Господь эти слова произнес, когда очистил Иерусалимский храм. Правда, было сказано не так, а было сказано по-другому разрушьте храм сей. Рукотворенный я в три дня, созижду другой нерукотворенный. Но в данном случае важно, что люди запомнили эти слова и обратили их против самого Господа. Ну а дальше мы видим, что они упрекают его в бессилии, говоря, что он не может быть ни сыном Божиим, ни мессией, потому что если бы было так, он мог бы сам сойти с креста. Ведь много творил чудес Христос. И в данном случае такое чудо, как сошествие с Христа с точки зрения иудеев, оно должно было быть несложным для него, если бы он был действительно царем Израилевым. Но в данном случае вот этот момент неверия и сошествие с Христа, он нами должен быть понимаем в разрезе, наверное, слов самого Господа, когда иудеи и неоднократно просили у него знамени из неба, Господь отказывался эти знамени, эти чудеса творить, говоря о том, что только одно знамение будет для них дано, это знамение Ионы Пророка. Но Господь не уточнял, будет ли оно полезно для них, поможет ли оно им. Но в данном случае у толкователей есть рассуждение на предмет того, что даже если бы Господь здесь сошел с креста, не помогло бы, не убедило иудеев в том, что он мессия. Поэтому Господь, конечно, не делает этого. От шестого же часа тьма была по всей земли до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Или, Или, ломасовы хвани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Ну вот здесь мы говорим, мы читаем о том, что в момент распятия нашего Господа было одно из чудеснейших и страшнейших, и величайших событий, сопровождавших это распятие. Это тьма по всей земле от шестого часа до девятого часа. То есть, огромный промежуток времени в данном случае в течение трех часов, примерно по нашему счету, с 12 часов дня до трех часов дня, до третьего часа дня, было затмение Солнца. Так его можно обозначить. Но важно здесь заметить, что это затмение было чудесным. Оно не вписывается в обычный круг астрономических явлений, и поэтому не правы те исследователи, которые пытаются по указанию на затмение Солнца в момент распятия Иисуса рассчитать, когда было это распятие. Почему это затмение было чудесным? Потому что мы знаем, что Пасха, а именно в ночь под Пасху пострадал, в днем, в ночь под Пасху пострадал Господь. Пасху всегда было в дни полнолуния. В дни полнолуния не может быть солнечного затмения. Поэтому это чудесное затмение было, попущенное Богом для свидетельства того, что страдает истина Сын Божий. И мне кажется, что здесь самыми трогательными и корректными текстами, объясняющими происходящее, является наше богослужебное литургическое предание, посвященное именно дням Великой Пятницы. Кому интересно, адресую вас к этим источникам. Некоторые стоявших говорили, Илью зовет. Ну вот здесь на самом деле происходит, видимо, для людей, не очень знающих, арамейский смешение слова Элуи, что значит Бог и Илья, и имя Илья. Хотя имя Илья тоже производится от слова, связанного с именем Божиим. Но в данном случае Господь свидетельствует о своей богооставленности. Божий мой, Божий мой, для чего ты меня оставил? Ну, вопрос догматический, наверное, очень здесь справедливо поставить. Как мог Сын Божий, бессмертный, вычеловечившийся, но имеющий в своем соединении неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно общение свойств, как он мог умереть. В данном случае он должен был быть бессмертным. Но вот здесь мы как раз и говорим о том, что грех, который является средостением между человеком и Богом, между человеком и жизнью, поскольку Бог есть источник жизни, встает на пути. В данном случае вот здесь непосредственно для Бога человека. Поскольку Господь был безгрешным, мы можем говорить, что здесь вот таким средостением вступают грехи всего мира, всего человечества, которые Господь принимает на себя, и именно в силу этого Он претерпевает смерть. Но видим, что слова об Илье, или лучше сказать слова, страдания, которые произносит Господь на кресте, вызывают одного, к милосердию одного из воинов, находящихся рядом, и он подносит его губку, наполненную уксусом, для того, чтобы дать попить Господу, чтобы облегчить его страдания. А другие воины, по всей вероятности, настроены совершенно не так, запрещают ему это делать. И как бы, надсмехаясь опять, и издеваясь, говорят, давай подождем, может быть, Илья придет спасти его. Ну, вот здесь тоже непростая игра слов. А если уж говорить, у иудеев было учение о том, что Мессии должно предшествовать пришествие на землю Ильи, пророк. Вот здесь тоже, можно сказать, играет это выражение этой гранью, что если Он Мессии, то Илья должен прийти. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Ну, вот это и есть прямая констатация, что Спаситель наш на кресте претерпевает физиологическую смерть, то, что душа и тело его разлучаются. Ну, и говорится, что вот эта смерть повлекла за собой тоже очень серьезные внешние в мире, на земле, явления, обстоятельства. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. Ну, вот здесь говорится о том землетрясении, которое сопроводило смерть Господа. Ну, и, естественно, та завеса, которая отделяла святая святых от святого, которая находилась в Иерусалимском храме. Это было целое сооружение, которое находилось подвешенным, если можно так выразиться, к огромной балке. По всей вероятности, должна была раздраться надвое в силу того, что балка треснула и разломилась из-за землетрясения. На это указывали древние толкователи. Ну, в частности, об этом рассуждал, как мне кажется, неплохо Ориген. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенью, вошли во Святой Град и явились многим. Вот очень непростое в данном случае место. Есть толкователи, которые говорят о воскресении уже умерших людей и истлевших в каком-то смысле, которые явились в обновленных телах, но мне представляется вот такое чтение, такое понимание затруднительным. Скорее всего, здесь мы должны понимать, что речь идет о воскресении святых, то есть людей праведной жизни, которые недавно были погребены в пещерах близ Иерусалима, но смертью Христовой были воскрешены, подобно тому, как Лазарь был воскрешен Господом, который потом, прожив уже праведную, святую жизнь в вере во Христа и приведя многих к Христу, все-таки потом сподобились умереть обычной человеческой смертью. Ну, конечно, все эти события не могли не повлиять на всех тех, кто созерцал происходящее, и мы видим, что сотник, то есть тот, кто командовал сотней легионеров, он находился тоже рядом, а это есть свидетельство того, что из-за огромного скопления народа при кресте находилось очень много воинов, они боялись бунта, они боялись мятежа, волнений в данном случае. Вот сотник, который находился, возможно, близ, слышал и слова Господа, и те издевательства, которые произносились со стороны религиозных вождей, народа, он все-таки исповедал в данном случае Спасителя Сыном Божиим, читаем эти слова, сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, в виде землетрясения все бывшую, страшились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. Ну вот Сын Божий в данном случае на языке и язычника того времени, в общем-то, и иудея, конечно, это свидетельство о том, что он был Богом. Это термин практически тождественен понятию Бога. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Якова и Осии, и мать сыновей Зеведеевых. Ну вот здесь говорится о том, что, конечно, не могли не следовать за Спасителем те женщины, которых мы называем мироносицами, которые любили Господа, которые служили от своих имений Господу в дни его общественного служения, но поскольку они, конечно, не могли подойти близко к тому месту, где распинали Господа, это было запрещено, и их попытки вряд ли бы увенчались успехом. В данном случае они издалека наблюдали, смотрели, что и как происходило, где самое главное, погребут Господа, чтобы потом уже прийти и воздать ему должное по всем правилам и обычаям, которые требовала именно любовь ко Христу. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело Иосифа, обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Здесь мы говорим, читаем об Иосифе Аримафейском, который уже накануне наступающего, следующего дня, был велик день, то я субботы, то есть это накануне праздника Пасхи, которая в тот год совпадала и с субботним днем. Иосиф, поскольку оставалось очень мало времени, он все-таки воздает то возможное, что можно было воздать своему любимому учителю, он учился у Иисуса, он, поскольку был, в общем-то, из числа Синедриона, был очень известный, был, видимо, многими почитаемый, теперь уже не таится, не скрывается в тень, уже никого не боится, и в данном случае, на виду у всего Иерусалима, он исповедует то, что он является учеником Иисуса, идет к Пилату, бесстрашный, храбрый Иосиф, и просит тело Иисусова. В данном случае Марк, евангелист, заметит, что Пилат вообще удивился, неужели уже умер Иисус на кресте, но узнав, что это так, отдает тело. И вот Иосиф, мы из другого Евангелия знаем, что это было сделано вместе с Никодимом, тоже учителем Израилевым, и тоже учеником Иисусовым, он обвивает тело Господа, чистую плащаницу, а это значит, что намеревался Иосиф вместе с Никодимом еще и бальзамировать тело Господа, и полагает его в своем новом гробе, который высек он в скале. Ну вот здесь, в этом выражении о новом гробе, мы должны видеть не только дань уважения, что все самое лучшее Иосиф отдает своему учителю, Господу Иисусу, хотя мы понимаем, что в том месте, где погребался Господь, были очень дорогие гробы, и это мог позволить себе только очень богатый человек, но замечание здесь, можно это понимать и в другом контексте, новый гроб, это значит, что там никто никогда не был положен, это важное свидетельство для чего? Для того, чтобы не было обвинений, что Господь мог воскреснуть не своей собственной силой, а силой, ну, например, святого, который находился в этом гробе, и прислонившись к нему, воскрес и Господь. И вот говорится о том, что был привален большой камень к двери гроба, ну, камни приваливались, действительно, большие, такие с наката, которые закрывали вход в пещеру, и, ну, традиционно, их масса была таковой, что несколько только дюжих мужчин, особыми способами могли данную пещеру открыть. Ну, вот, говорится о том, что там при этом погребении была Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Ну, вот, кто была эта другая Мария, Евангелие не уточняет, но здесь вполне справедливо предполагать, что это была Дева Мария, мать Господа, Святая Богородица. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну, и так прихожи охранять гром, гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Вот, духовная интуиция не подводит первосвященников и книжников, они, знающие, что перед ними истинный Христос по заповеди, по зависти они его предают, понимают, что и воскресение может произойти, отталкиваясь от тех чудес, которые совершал Господь. Вот они здесь многократно перестраховываясь, просят Пилата, подготавливают как бы момент вот того, что если вдруг это произойдет, чтобы им оказаться здесь уже не виноватыми в том, что было перед народом. Ну и в данном случае вот эти обвинения, обманщик воскреснет из мертвых, последний обман будет хуже первого, конечно, вынуждает в данном случае Пилата пойти им навстречу, но Пилат, понятно, раздраженный на то, что он и так уже поучаствовал в этом величайшем злодеянии всего человечества, говорит им, «имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Ну, здесь, может быть, не совсем верно дается перевод, вместо слова «имейте стражу» нужно читать «имейте стражу», то есть тогда меняется смысл какой? 66 стих, последний стих 27 главы, «они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать». Можно полагать, вот согласно чтению, которое в нашем переводе имеется, что первосвященники и книжники поставили свою стражу у гроба и приложили камню печать, но если мы читаем Пилат сказал «имейте стражу», то есть возьмите стражу, пойдите и охраняйте, как считаете нужным, мы понимаем, что Пилат выделяет своих воинов для того, чтобы его воины гроб охраняли. Ну, в данном случае, конечно, печать, приложить камню, это было безумием, поскольку и камень вряд ли кто-то смог бы отвалить, но вот эта перестраховка лишний раз как раз и засвидетельствовала всю силу и неудержимость воскресения Христова, потому что Господь воскреснет, не нарушив этой печати, которая была на камне. Так заканчивается 27 глава Евангелия от Матфея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok